МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я не ошибаюсь, по московскому времени мы сможем наблюдать лунное затмение. Вот все бы ничего. Но почему его называют кровавым? Ну, в данном случае это затмение, именно это, будет происходить в момент, когда еще Луна находится под горизонтом. Уже полутеневая фаза этого затмения произойдет. И в момент подъема Луны она уже войдет в тень, а не в полутень Земли, и наступит полутеневое затмение. Но так как Луна находится низко над горизонтом, то пыль и влага, которая присутствует в нижней части атмосферы, будет подсвечивать, передавать как бы именно красный цвет. То есть в этот диапазон уходит Луна из-за рассеивания света. То есть ничего мистического на самом деле нет? Нет, ничего мистического. Именно это связано с красным цветом. Более того, каждое полнолуние, а не только затмение, оно тоже практически красного цвета. А сколько раз бывает? Вот такие именно затмения в году много? Ну, полутеневое, а не вот как сейчас частное теневое, уже было в феврале. Мы его также снимали. Ну да, Луна тоже имела красный оттенок на восходе. И пока она подымалась вверх, в этот момент полутеневое затмение стало темным, а не красным. То есть чем выше над горизонтом, тем светлее будет Луна. Я почему пригласила вас сегодня? Чтобы вы рассказали нам, действительно, такое явление имеет какое-то отрицательное влияние на людей, на планету, на погоду? Или это все мифы? Ну, собственно говоря, каждая полнолуния, как и явление, которое мы знаем с вами еще с детства, и в школе нам рассказывали, и в более поздний период, что есть приливная волна, которая возникает вследствие движения Луны вокруг Земли. Но воздействие как на воду океанов, так и на воду организма человеческого, так и даже на земную кору оказывает Луна, наш естественный спутник. Поэтому, конечно, люди, которые предрасположены, чаще всего вызывают в том числе и психические отклонения. Ну, а так, плохое какое-то состояние к полнолунию наступает, голова болит. Ну, в общем, процессы, которые могут возникнуть благодаря Луне. То есть не зря все-таки связывают полнолуние, тем более затмение. Ну, до конца этот вопрос по-прежнему остается как бы до конца нерешенным, хотя уже более 80, скажем, процентов говорит о том, что лунное влияние, оно все-таки значительно в нашей жизни. А кому может навредить Луна? Ну, собственно говоря, людям с психическими отклонениями. Это вот в большей степени. А так, ну, люди как бы... Ну, может быть, мы все становимся эмоциональными? Ну, собственно говоря, не только, наверное, с психическими отклонениями. Я бы так сказал. Есть еще такое понятие с возрастом. Мы более чувствительны к любым проявлениям природы, в том числе к воздействию Луны на нас, затмений солнечных, лунных. То есть это связано все-таки с легким воздействием на психику человека с возрастом. Расскажите о нашем спутнике. Все ли мы о нем знаем или еще нет? Ох, я думаю, что как бы мы ближе не достигали Луны, даже вот высадка американцев на Луну, ну, что она успела сделать? Несколько, шесть экспедиций, которые сделали только пробы грунта, немножечко отошли от посадочного модуля, взяли опять какие-то образцы, это еще ни о чем. А это точно было? Да, это было. Это действительный факт. Тем более, что сейчас, вот я же говорю, по прошествии экспедиции, как лунных Аполлонов, так и советских станций, которые также брали грунт, только в автоматическом режиме, это три советские станции смогли сделать. Но кроме этого, после были китайские, индийские, японские станции, которые облетели на низкой орбите Луну и сделали высокоразрешающие снимки поверхности Луны. В том числе, там были сняты специально для всех скептиков, специально снимали области, где находились аппараты посадочные Аполлонов. Там действительно есть следы, там все это видно на фотографиях. А то, что Луна каким-то образом звенит, рассказывает все чаще и чаще? Нет, ну это рассказывает о чем? Рассказывает о том, что есть какие-то пустоты. Но пустоты у нас в Земле тоже на нашей планете присутствуют. Поэтому воздействие, которое производили американцы в момент замера специальным оборудованием геодезическим, да, оно выявило, что плотность Луны немножечко отличается от земной. Но это естественный или искусственный объект? Нет, это естественный спутник Земли. Более того, у нас кроме Луны есть еще три Луны. Одна из них искусственная. И две захваченные, два камушка, которые также вращаются вокруг Земли. Просто мы их не видим вследствие их малых размеров. А так, есть еще несколько спутников. Расскажите, пожалуйста, об этих еще двух спутниках Земли. Им дали имена? Когда о них стало известно? Нет, имена пока нет. Дали просто номера. Известно было еще в конце прошлого века, уже эти открытия были сделаны. Это астероиды фактически, или метеориты бы они стали, если бы выпали на Землю. В данном случае это астероиды, которые прошли недалеко от Земли. И гравитационное поле Земли захватило эти камушки. Они стали естественными спутниками, как и Луна. При этом некоторые из лунных пород, мы-то не всегда задумываемся, что притяжение на Луне довольно низкое. Поэтому в период формирования, это где-то 3 миллиарда лет тому назад, столкновение астероидов с Луной приводило к тому, что выбивалась порода с Луны, и лунные камни отправлялись в путешествие. Вот у нас в коллекции метеоритные есть два метеорита, которые прилетели с Луны. Но не в смысле их кто-то оттуда кинул к нам, а именно были выбиты порядка 3 миллиардов лет тому назад, путешествовали и прилетели к нам. И потом уже к нам в коллекцию. А те безымянные спутники, которые вращаются вокруг нас, они будут расти? Или они в такой же порядок и будут вращаться? Нет, они такие же камушки. Скорее всего, либо их какой-нибудь астероид более крупный может забрать с собой, либо они постепенно сойдут по орбите вниз и сгорят в атмосфере. То есть никакой опасности? Нет, ну вы помните, в Челябинске-то было все-таки 17 метров, а это камушки несколько метров, там 2-5. То есть они представляют такой угрозы. Расскажите, я думаю, нашим зрителям будет интересно. Вы столько лет наблюдаете небесные объекты, а вот что-то необычное вы видели? Нет, ну допустим, необычное что бывает. Нет, к примеру, очень часто отмечаются удары по поверхности Луны, ну, собственно говоря, вспышки на Луне, какие-то появления даже облачков пылевых. Это вот статистика очень редкая, но тем не менее она встречается. Ну а в основном это вспышки сверхновых звезд, это вспышки новых звезд, это приход так называемых АСЗ, это астероиды опасно сближающихся с Землей. Ну вот это все в обсерватории мы наблюдаем. Причем как в Кубанском госуниверситете, так у нас работает постоянно действующая экспедиция в обсерватории в Мизмае, солнечный ветер, где мы проводим наблюдение. Вот там небо очень темное, поэтому там удобно наблюдать кометы, астероиды, более слабые на 3-4 звездные величины, чем в городе Краснодар. Поэтому вот это удобное место, и поэтому сейчас вот люди стремятся приехать туда. Буквально скоро, 12 где-то августа, будет проходить небольшой профессиональный сбор любителей и профессионалов астрономии. А чуть позже, после 20-го, там же на Мизмае состоится на горе, недалеко от Мизмае, астрофестиваль. А любители могут его посетить? Конечно, конечно. Ну вот солнечный ветер, и на гору обычно приезжают большинство любителей, которые приезжают к нам не только с России, но и за рубежа, специально приезжают вот в это место, это мека-астрономов по темноте неба, прозрачности атмосферы. Хорошо, словно это мы все поняли, мы поняли, что есть много любителей, есть профессионалы, но нас-то пугает еще чем? Впереди еще и солнечные затмения. Тут вообще непонятно, как же. Ну, солнечное затмение, к сожалению, оно будет не видно у нас, это будет видно в Америке. Большинство любителей и профессионалов отправятся в США, чтобы наблюдать это затмение. Я специально смоделировал на компьютере, перед этим посмотреть. Вот 21 августа, думаю, ну неужели у нас будет видно. Ну так, обидно было, луна и солнце, буквально вот горизонт, они подходят, уже все, сейчас должно произойти касание теней и начаться затмение, но, увы, у нас это все, это на заходе. То есть уже мы не сможем посмотреть это явление на Кубани. Ну а в Америке это будет доступно. Почему столько мистики вокруг этих вопросов? Ну до сих пор, вроде живем уже в 21 веке, вроде бы уже все понятно. Ну, вы понимаете, видимо, это древние еще наши, как бы, корни, которые передали нам наши очень древние предки, потому что для них, кто еще не знал, что такое луна, почему она заходит в тень, становится красной, ну естественно, это вызывало некий мистический дух такой, это вызывало какие-то психические воздействия. А уж когда днем происходит событие еще более крупное, чем лунное затмение, это затмение солнца, когда днем становится там на 5, на 6 даже минут, это вот интересное затмение, которое недавно было в Китае, там почти 8 минут солнце, так сказать, было закрыто землей, извините, луной. То есть в результате на земле произошло затмение, которое, ну вот темно, звезды появились, естественно, это вызвало какой-то животный ужас. Более того, на затмениях даже полных слышно, как собаки воют, курицы там садятся на носе, все, уже ночевать собрались, ну то есть это в середине дня. То есть природа переключается на другой режим. Да, 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 ну вот идет такой рефлекс, да. Когда у нас будет следующее затмение, когда мы сможем, может быть, полный солнечный? Ну вот на Кубани я скажу так, мы будем в июне 30-го года наблюдать затмение полное, прямо в городе Краснодар, прямо по нам пройдет практически центральная часть фазы, наконец-таки. То есть через 13 лет мы будем свидетелями полного лунного затмения. Это спустя сколько лет? Ой, это в 99-м году, по-моему, да? Все равно кусочек был в 2006-м, 5 не полностью закрылось, в 40-е годы, вот я сейчас не буду врать, в 40-е годы у нас затмение было в Краснодаре полное. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что мы сможем приехать вам и в Мизма, и посмотреть своими глазами на эти явления. Спасибо вам, я желаю вам удачи. Спасибо. Напомню, о затмениях сегодня нам рассказал заведующий астрофизической и оптической обсерватории КубГУ Александр Иванов. Вот таким было наше мнение. Всего доброго и до встречи на канале Кубань-24. Субтитры сделал DimaTorzok